Портфель заказов НПО «Энергомаш» в ближайшие три года составит 45 миллиардов рублей. 5 марта 2019 года ТАСС-портфель заказов НПО «Энергомаш» в ближайшие три года составит 45 миллиардов рублей. Первый пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-5». Источник изображения – РИА новости. Выручка предприятия в 2018 году составила 20 миллиардов рублей. Москва, 4 марта. Слеш-тас-слеш. НПО «Энергомаш» – изготовитель двигателей для ракет-носителей, планирует в ближайшие три года довести стоимость портфеля заказов до 45 миллиардов рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в понедельник. Будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности. Общий портфель заказов на ближайшие три года – 2019-2021 годы годы – составит свыше 45 миллиардов рублей, сообщается в нем. В 2019 году на предприятии будут продолжены инвестиционные программы более чем на 6 миллиардов рублей. Выручка российского в 2018 году. Выручка НПО «Энергомаш» в 2018 году составила 20 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем по итогам 2017 года, говорится также в сообщении пресс-службы предприятия. Общий объем выручки в 2018 году составил 20 миллиардов рублей, что на 12% выше объема выручки 2017 года, приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам Ивана Краснова. В прошлом году предприятию удалось сократить свои издержки на сумму 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с правительством Московской области, сумма возврата налогов НПО «Энергомаш» в 2018 году составила 560 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе. Объем выручки «Энергомаша» по итогам 2017 года вырос на 5,3 миллиарда рублей по сравнению с 2016 годом и составил 17,8 миллиарда рублей. НПО «Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, которое создается в РФ для объединения ведущих российских предприятий ракетного двигателя и строения. Оно создает двигатели для таких ракет-носителей, как «Союз», «Атлас», «Ангары» и другие. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.